Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника алгебра 7 класса автора Мезляк Полунский и Кер под номером 149. Цену товара сначала увеличили на 50%, а потом уменьшили на 50%. Увеличилась ли или уменьшилась и на сколько процентов? Начальная цена товара. Итак, у нас есть начальная цена товара, затем цена увеличилась на 50%. Сколько она стала? Была 100%, увеличилась на 50%. Прибавляем 50%. И стала она 150% составлять от первоначальной цены. И мы можем заполнить табличку 150%. Поскольку мы не знаем начальную цену, то введем с вами переменную. Пусть начальная цена товара была x рублей. Ну и как теперь найти 150% от x рублей? Мы можем эти проценты представить в виде десятичной дроби. Это будет 1,5. И умножить цену товара на 1,5. И это будет 1,5 и это будет 1,5 и это стала такая цена. Итак, теперь у нас новый день. У нас висит товар. его цена 1,5 и это 1,5 и это 100%, но ее решили уменьшить на 50%. То есть она стопроцентная у нас сейчас. Уменьшаем на 50%. Она становится 100 минус 50, 50%. Как найти 50% от 1,5х рублей? Опять мы с вами проценты представим в виде десятичной дроби. Это будет 0,5. Мы 50% разделили на 100. И нам теперь нужно 0,5 умножить на 1,5х рублей. Так мы найдем свою последнюю цену. Распишем все это. Итак, все, о чем мы говорили, мы это записали. Пусть начальная цена товара x рублей. Тогда после ее увеличения на 50% она составляет 150%, а это 1,5 от x рублей и равна 1,5х рублей. После того, как эту цену уменьшили на 50%, она составляет 100% минус 50, 50%. Или представили в виде дроби 0,5 от своей цены после подорожания, от 1,5х рублей и равна. Как найти дробь от числа? Мы это число умножаем на эту дробь. 1,5 умножаем на 0,5. Для этого 15 умножим на 5, получаем 75 и отделяем запятой два знака. Получаем 0,75х рублей. И это у нас последняя цена. Ну и теперь начальная цена. У нас x рублей. А последняя цена – 0,75х рублей. Чтобы узнать, на сколько процентов увеличилась цена или уменьшилась цена товара, узнаем, сколько процентов составляет последняя цена от начальной. Мы этого не знаем. Итак, для этого нам достаточно найти процентное отношение, найти отношение величин и умножить на 100%. Поэтому мы с вами 0,75х делим на x и полученный результат умножаем на 100%. Сокращаем дробь на x. У нас остается 0,75. Умножаем на 100. Это будет 75%. Итак, последняя цена составляет 75% от начальной цены. И мы понимаем, что она уменьшилась и узнаем, на сколько. От 100% вычитаем 75% и получаем 25%. И мы готовы дать ответ. Цена товара уменьшилась на 25%. Только давайте в таблице мы с вами запомним 0,75х рублей. Все, мы задачу решили и запишем ответ. Все, задачу мы решили. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!